Добрые слова и поздравления. Увесистые продуктовые наборы. Это то, с чем пришли к жителям бывшего дома ветеранов по улице Гродненской волонтеры и представители Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Но самое важное для этих прекрасных и уважаемых женщин даже не подарки, а такое ценное для каждого внимание. А именно для этого и была задумана эта замечательная акция от всей души. Посещение этого места является неоднократным. Буквально на Старый Новый год мы придем сюда с волонтерами, наведем уборку после новогодних праздников в местах, где проживают пожилые люди. Поэтому здорово, что молодежь с большим рвением отвлекается на такие акции. И действительно, само название говорит само за себя. От всей души, от чистого сердца мы хотим, чтобы наши пожилые люди, одинокие люди не были, так сказать, одиноки. И поэтому я считаю, что это для молодежи тоже очень хороший урок в том, чтобы они не только помогали одиноким людям, но не забывали и про своих родителей. Разговор был приятным и содержательным. Милые женщины с радостью поделились последними новостями из своей жизни. Рассказали о здоровье и самочувствии, любимых занятиях и интересах. Действительно, эта встреча в рамках акции от всей души стала светлой и душевной. Но, как отметила Валентина Дмитриевна, молодежь приходит к ним на помощь не только в праздники, но и в течение всего года. Очень приятно, что к нам ходит молодежь с БРСМ. Мы с ними уже не первый год работаем здесь. Они приходят, они мне помогают на клумбах, деревья спиливают и все буквально. Волонтеры тоже всегда с радостью откликаются для участия в подобных акциях. Когда к нам обратились с таким вот предложением поучаствовать в акции от всей души, естественно, сомнений не осталось, потому что учащиеся активно участвовали в сборах благотворительных средств для детей в детские дома, для, получается, детей, которые с ограниченными возможностями. Ну и, соответственно, были такие группы, которые выступили за поздравления одинокопроживающих людей. Республиканская благотворительная акция от всей души и дальше будет дарить радость тем, кто в этом нуждается. Ведь часто для доброго дела не нужно много финансов или возможностей. Самое главное – это горячее желание сделать чью-то жизнь немножко лучше.